Всех приветствую на своем канале. Это, мягко говоря, возвращение голодного попугая. У меня вечером 30 сентября случилось несчастье и слегка полетел винт. Но потом все вроде как поправилось. Короче, сейчас у меня наконец-то появилась свободная винта, хотя на бегущих на один час и, возможно, один день вперед в часах от ЭПРШ. Вот сейчас время. На самом деле сейчас без шести минут. Даже, судя по компьютеру, без восьми минут час. То бишь уже 52 минуты 9 октября сего года. 2.0.1.6. И получилось так, что я сегодня получила свою посылку с Али. Да, кстати, слабонервным, беременным мужчинам, женщинам и прочим. С каким-нибудь пунктиком на чем-то таком лучше не смотреть. Я не знаю, помещаюсь я в камеру или нет. Весь, кстати, вот намазывала сейчас от Насти. С этим шумом. Он, конечно, не лап, а то мастер такую от Ревелин от Насти Зарецкой. Из, кажется, первой поменяшки. В общем, обзор будет посвящен моим труселям, трусикам, которые заказала на Али. Это уже не стринги. Я сначала хотела сделать просто обзор не АСМР, но просто такая шахучая посылочка. В принципе, я ее не ждала так быстро, она за 16 дней налетела. Правда, трек отслеживаться перестал, как в Россию попало. И уже у меня на почте, правда, на сайте, где я заявила, написалось, что она вроде как покинула почту, но какую-нибудь куда неизвестно. Пришла я сегодня из сада, и у меня бумажка. Ну, я поскакала сразу на почту буквально за 40 минут до ее закрытия. В субботу она до 6 у нас работает. И получила эту посылочку. Бандерольку, письмецом. Фиг знает что это. В общем, посылочку соли. И думаю, надо ее уже обозреть. Если я сегодня доделаю перевод, то обозрю. Ну, перевод я доделала, правда, уже поздно, совсем недавно. Но надо все-таки обозреть. В общем, получилось так, что... Конечно, комп у меня был доступ, у меня ношбук был, но он тоже немножко гулканул. И получилось, что я купила системник за 27 тысяч новый. Ну, вот, он мне устраивает всем. Он хороший. У меня, правда, Наташа из контакта по фамилии там у нее фейховая, фамилия Иванова. Какая настоящая, без понятия, совершенно, крайне говоря, мне это как-то неинтересно. По фамилии людей. Все равно я не все запоминаю. В общем, она мне предлагала сделать обзор системника. Допустим, вскрывать я не собираюсь, потому что это порушится пломба. А во-вторых, делать обзор системника. Нафига это, в принципе. Я могу сказать, что там оперативки... Точнее, оперативку я поставила, операционку, точнее, оперативки там 4 гига. И еще видюха на 2 гига отдельной памяти. Ну и, соответственно, у нас система сейчас у меня стоит 64 бит. И были кое-какие проблемы. Впоследствии мне досталось подарок мышка и клава. И вообще магазин Микс, шикарный магазин. И люди там очень классные. Это если вкратце. Если вдруг кому было интересно. Ну и почему я тут пропадала. Комменты, конечно, я ваши читала. Старалась отмечать. Чаще всего с телефона или с ноутбука. Ну и теперь у меня вроде как все в порядке. И я думаю, что... Ну, в общем, все в порядке, все нормально. Я думаю, что буду по возможности почаще записывать видео. Там выполнять у меня там еще с весны закупленные запросы. И я обещала тогда девочке Юлий записать видос про мастер-класс Дезик. У меня, кстати, тут есть Дезик. Маленькая такая рекламка. Купной. Из-за филиала Ашана Атак. Просто руки тогда не дошли до своего. Купила этот просто чисто интересно стало. Как? По качеству вроде ничего. В общем, записать дезодорант. Ну, так как сейчас уже ночь, можно сказать, глубокая. И я не совсем в кондиции заниматься рукоделием, рукоблоделем. Как он там рукоприкладством. В общем, этим самым творчеством мыльным. И не сильно. Я решила сделать все-таки обзор этих трусиков. Посоветовавшись с лапкой 90. Привет тебе. Ну, и уже Наташа, которая ответила позже. Ну, смысл, что, в принципе, короче, кому не интересно, тут не будут смотреть. А кто такой садомазохист? Ну, что сделаешь. Начнем, пожалуйста. Я довольная зверхость. Скрываю его. С другой стороны мой ад. Что у нас внутри? А внутри у нас даже никакого обычного пакетика там. Ну, салфанового бы что-то. Кстати, что у нас там записи? Ой. Так. Блин, как я отвыкла снимать на камеру. Даже забыла как-то что смотреть. В общем, у меня где-то еще 11 минут есть. Струха. Я, честно сказать, не помню, что именно я там заказывала. Какого цвета. Но они должны были просто быть трусиками. И, по-моему, весь заказ мне обошелся в 362 рупия. Кстати, не перешла еще. А, и не перейду. У меня же все пароли-то удалились. И снова приходится все ручное. В общем, не перейду. Я потом просто вам оставлю ссылку под видео. Если кому интересно, пройдете и, возможно, еще закажете. Там я попала на какие-то скидки. В общем, вот такие вот трусики. По-моему, миленькие. Вообще, они там вроде как то ли везде 100% хлопок, то ли бамбук, то ли... В общем, мы сейчас узнаем по бирочке. А может, не узнаем. Да, 95% хлопок и 5% спандекс. Стирать при 30 градусах. Ну, что-то они мне... Действительно, в общем, они где-то по 40, что ли, 48, 50 как-то так были. Какие-то там, если купить 2, то будет там рублей 5 или 6 или 10 скидка. Ну, что-то такое, в общем, разное. Я выбирала продавцов. У одного были очень хорошие отзывы. Была какая-то маленькая распродажка. И я решила, что почему бы и нет. Если ничего не путаю, то, кажется, просто один и тот же фасон, только разные эти цвета. А еще такие. По-моему, они были на любой размер. Чуть не могу сказать, какой тут. Мне вот эти, кажется, вроде как большеваты. Или, в крайнем случае, подарю кому-нибудь сестер или подружке Машке или Женьке. Хотя я в размерах-то особо как-то не секу. Тут написано вообще 100% код там на бумажке на этой. Под наклейкой. И тут тоже. И даже здесь, хотя на биржике 95%. Ну, китайцы они такие, мало ли что, не напишут. На заборе тоже написано кое-что. Но при этом это забор. Вот. Думаю, найти ему очень весну. Ну, в общем, не под обтягивающими, как нормальный такой вариант. Да, вот тут у нас двое коричневых. Розовенькие. Откровенно говоря, я даже не помню, сколько их заказывала. То ли 8, то ли типа того. Эти тоже, ну, они так вот. Те больше розовые, а то больше красного. У меня хоть их видно, то я трясу, трясу. Может, ну. Вообще, там было два вида розовых. Еще что-то осталось. Я боялась перепутать, ну, какие я брала, там, какие не брала. В общем, вот еще розовые. И еще вот такие розовые. Ну, эти больше к кирпичному. Даже вот красный кирпичный. В общем. Так. Мне казалось, что они даже одни чуть побольше. Одни реально чуть побольше. Хотя вроде как написано было, что один размер. Даже дело не в резинке, как кажется. Они реально побольше. В общем. Кому-нибудь подарю. Типа из близких друзей. Ну, там год, новый год. Хоть до него еще жить и жить. Да, вот и розовые одни побольше. Одни поменьше. Мятенькие. В общем, она их просто покидала, видать. Или он, продавец, короче, неизвестного пола. В этот пакетик даже не удосужился упаковать там в какой-нибудь прозрачный пакетик. Что у нас в Минград 24, 5, 6, 7, 8, да, 8. Желтенькие, одни и вот эти сиреневые. Могу барыжить трусиками. Эй, народ, кому трусики. Вот эти тоже, по-моему, большевастые. Да. Одни, если по два цвета, то одни чуть побольше, другие чуть поменьше. Желтенькие. Какой-то хочу. Я там надо, чтобы не заступила. Ошибки. Еще у меня болит горло. И я не знаю, насколько это АСМР. Но громко бы, наверное, у меня не получилось. Чисто из-за того, что болит горло, и мне было бы сложно говорить. Вот эта маленькая, кстати, обезьянка замечательная. Все-таки их однажды соберу, посчитаю, перепишу. Я ее октябряшкой обозвала. Ну что, вот сегодня, ну, хоть сейчас уже и девятое, но будем считать, что 8 октября мне моя тетушка привезла из Погрестки, из Голицына-Карца. Такая обезьянка. Очень миленькая. У меня было слегка фиговое настроение. Вот это маленький такой презентик. Я знала, что она мне что-то такое везет маленькая. Я думаю, неужели обезьянка? Действительно обезьянка. Очень такая милая обезьянка. Она мне очень-очень нравится. Она сейчас у меня стоит на столе. В общем, у меня тут рядом обезьянка-флешка. Я помню, что у меня был запрос. Я сама обещала на обзор про обезьянок. Но сейчас я уже более-менее тут начинаю подразбираться. Тут на днях искала одно, а нашла другое. И, в общем, я думаю, что... Ну, не обещаю, конечно, не знаю, как у меня получится, но постараюсь, возможно, в течение месяца как-то разобраться со всем вот этим вот барахлом делами и тем всем пятым-десятым. И, наверное, может быть... Ну, не знаю насчет октября. Но в ноябре постараюсь записать видос-обзор про обезьянок. Ну, а вы вообще меня пинайте, если там я что-то кому обещала. Я потому что помню, что у меня на буди-позитив вроде спрашивали обзор. Еще что-то я, правда, еще не читала про это, потому что вообще без понятия, что это такое. Так как я без понятия, то я пока не могу сказать мнение, да? В общем, если бы вы там что-то меня просили, а я такая вот вредная склерозию не забываю, вы мне напоминаете. Ну, это, конечно, если там уж не совсем сильно личное, то это уж извините, сколько не напоминаете. Нифига не дождетесь. И да, у меня там спрашивали на днях про приветы, но так как я понимаю, что, во-первых, я узнала, что, в принципе, подозревала, что не все, некоторые мне даже в открытую писали, что вот, я специально отключаю рекламу на вашем канале, хо-хо-хоу. Ну, откровенно говоря, я отказываюсь поддерживать ваш канал, но вы мне что-то должны, да? В общем, если люди отказываются просто хотя бы, ну, там, как-то взять так это Вася с приветами, меня тогда напрягало, потому что некоторые считали, что я им что-то должна. Я тогда сказала символический полтинник, на меня сразу куча народу набросилась. И я сделала опрос в группе. Юлька и я, это моя подружка, и она попутно помогает мне, в общем, она следит за всей этой фигнёй в группе. И, как я считаю, там можно предлагать новости, я тут недавно заметила. И, в общем, поширшать, что ли. Она, так же, как я считаю, что эти приветы не имеют сути важности, потому что вообще я не представляю смысл стоять, передавать, сидеть, точнее, махать лапкой, передавать там чью-то фамилию не так прочитал. Это у меня клавиатура, полочка поскрипела, возможно, будет слышно. Чуть имя не так произнёс. Это же сколько говна потом польётся в камень-то снова. Я не очень воспринимаю все эти негативные эмоции. Негативные эмоции, они должны умирать, рождаться и умирать. А позитивные эмоции должны распространяться везде. Какая-то такая говорилка. И чуть-чуть шуршу ногтями по деревяшке. Кто-то когда-то просил. Ну, оказывается, у меня стул деревянный, я совсем забыла. И, в общем, эти приветы я сделала просто. Как только я подметила, что условия приветов остаются прежние, то бишь, ну, с 50-ре, с привета, да, ну, там у меня насчёт канала, да, то сразу как-то интерес на опросе потух. Потому что проголосовала «за», но мы с Юркой против. Пару человек у меня просили приветы. Я сначала думала, а потом, ну, вот я буду делать какой-то обзор. Неизвестному человеку я буду передавать привет. Неизвестному человеку, конечно, приятно, но я как-то не понимаю, там люди другие не особо вникают. Когда я, помню, делала эти приветы, кажется, было, ну, кто-то, не то чтобы много недовольных, но те, кто вообще не понимали, нахрена это всё делается. Я тоже не особо как-то понимаю, нахрена. Учитывая, что девочки, из-за которых это всё начиналось, а потом стали кидаться у меня помидорами тухлыми. Ну, образно выражаясь. Лучше бы они кидались свежими и реальными. Я бы хоть поела. И ещё люди, которые говорят, что вот, что мы тебе будем поддерживать канал, ты же будешь тратить там на косметику, на чьи люди на косметику, на чьи я трачу свои деньги, и на чьи я давно уже не трачу. А, допустим, я оплачиваю интернет. Я потратила кучу денег, сначала 4,5 тысячи на внешний диск, чтобы захоронить все документы, в том числе и видео. И компьютер. Вы что думаете, что я, допустим, ну, я так понимаю, эти люди думают, что вот, допустим, я снимаю видео, оно само сразу попадает в сеть. Поддерживать канал, я считаю, что это... Надо будет тему ещё писать, наверное, трусики и габарилка. Поддерживать канал, я считаю, что это всё-таки как-то деньги идут, они не только на камеру, на свет там, да, на штатив я покупала за свои, при этом мне какие-то претензии предъявляли. Единственный человек, который поддержал канал, как раз когда у меня был конкурс, и он как раз понимал, что я трачу свои деньги на то, что мне совершенно не надо. Когда мне кто-то месяца два назад, я вроде даже помечала подумать, пытался развести на конкурс ВКонтакте каких-то стикеров, я не представляю, что такое, как это вообще дарить там, посылать. И опять куча недовольных больше в личку пишущих, что пошли мне, а не кому-то там, то... Или какой-нибудь лести тоже как-то, я не понимаю этого.